Привет всем, мои дорогие девочки и мальчики, мужчины и женщины, кто оставался с нами в течение этого периода разлуки небольшого Александра и Собачек и Ютуба. Мы завершили свой огромный жизненный переворот и переход из одного уровня на другой. И рады сообщить вам, что мы останемся с вами в 2019 году, потому что мы счастливы быть с вами и надеемся, что вы счастливы быть с нами на канале Верховная Жрица. Ну что ж, приветствую всех моих дорогих подписчиков и все, кто со мной оставались и остаются, и делятся, и наслаждаются, и живут параллельно с моей жизнью и с моими собачками. С вами Александра, как вы поняли, и Собачки. Дорогие мои подписчики-раки, сегодня мы будем делать расклад на январь 2019 года для вас от Александра и Собачек. Сейчас мы начнем. Я подвину карты поближе, все поближе, чтобы мы могли получше видеть. И достану сейчас карты, которые говорят о общем фоне. Я покажу вам поближе, мои дорогие раки. Я хочу, чтобы вам было бы все видно. Карты огромные. Но мы поговорим еще, я достану их поближе. Ну вот, в общем фоне у нас вырисовывается такая картина. Принцессы Пентаклей. Это может быть какие-то и подарки даже вас ждут. Или может быть занятия с маленькими детьми. Хорошие дела. Мне нравятся. Общий фон. Hanged man. Hanged не обязательно означает повешенный. Некоторые... Такая картина, конечно, здесь я остановилась. Ну, некоторые люди считают, что у них есть первенство на название, которое дано картам почему-то. Особенно в переводе, потому что это же не по-русски все начиналось. То есть подвешенный или повешенный – это все дело вкуса. Как вы переведете, это hanged man. Если это фрукт, например, подвешенный или повешенный – это... Но я не знаю, это дело контекста. Поэтому говорить, что подвешенный, слово подвешенный принадлежит какому-то определенному тарологу, я считаю, что это совершенно неправильно. Так что повешенный, подвешенный, потому что он в самом деле подвешенный. Если вы по-русски станете определять без слов этого человека эту энергию, то она будет выглядеть как висящий. Я бы так сказала. Так что у вас висящий. Ну, интересная, да, картина? Посмотришь на голову выше талии, я думала, что это женщина, а потом явно нет. То есть давайте мы ее отложим, не будем много фигурировать ею. То есть вот эта энергия, которая описывается обычно, как посмотреть на вещи с другой стороны. Да, я думаю, что это совершенно с другой стороны здесь эта карта показывает. И шестерка мечей. Здесь это энергии, которые на заднем плане будут проигрываться. Все карты, которые мы будем рассматривать, они будут со вкусом, вот таким вкусом шестерки мечей. Мне нравится эта карта, потому что здесь она нарисована в лицо. Потому что мечи – это же наш ум и наш интеллект, логика. То есть тут явно, что люди собрали свои мечи, собрались силами. Вот они все у них рядом с ними, ничего они не потеряли, не выбросили. И поплыли в новые края. То есть это, возможно, решение принято, и вы будете его защищать, вы будете действовать по тому, как это решение принято. То есть, может быть, какой-то период времени вам придется нестандартовно помыслить. Ну вот об этом и говорят карты нестандартные. И где наша девочка? Может быть, это связано будет всё связано с ребёнком, или всё связано с новыми начинаниями. Или, возможно, иногда это связано с чем-то наивным. Иногда мы что-то не понимаем в жизни и ведём себя наивно. И нам нужно остановиться и посмотреть на это, пока озарение не придёт. И потом понять, что это было немножко наивно. Принять серьёзные решения и двигаться вперёд. Ну давайте смотреть, о чём речь. Ну вот, мы оставим наши энергии здесь, поближе, общие. Давайте закроем его, это место. Так сделаем. И посмотрим, что же нам дают наши карты. У нас здесь есть, а также старший аркан, один, второй, два. Два старших аркана. Один хермит, отшельник. И колесо фортуны, или здесь круг фортуны, я бы так сказала. Ну вот ещё девочка держит. Я бы назвала это такой пенделом. Иногда можно гадать, используя его, отвечая на вопросы да и нет. Наше тело так реагирует на подсознание, что через малейшие движения мышц в наших пальцах мы можем напрямую, в общем-то, напрямую общаться с подсознанием и передавать эту информацию к вот этому висящему предмету, который она держит в руках. Ну это так, отступление. Две старшие арканы. Я думаю, что если мы возьмём вот эту, ещё одну, как фон, то, конечно, имеет смысл тогда рассматривать, конечно, вот это. То есть это человек, который ищет какой-то духовный смысл жизни, я бы так сказала. Это человек, который не боится показаться странным или другим, или непонятным. И, возможно, этот человек находится на каком-то... В периоде перехода, может быть, из одного цикла жизненного в какой-то другой. И поэтому, конечно, вот это состояние приводит к какому-то озарению, осветлению, и потом загорается фонарь в голове. О, да! Озарение, да? И человек тогда понимает, почему у него происходят в жизни какие-то перемены, которые связаны с этим колесом. Здесь написано, что человек владеет колесом, владеет этим колесом фортуны. Ну, потому что она, смотрите, палочку же она в руках держит и рисует колесо. Это она. То есть, конечно, у нас есть возможности, у нас есть наше собственное я, наше собственное реши... Как это называется? Чувство самосознания, которое нас может... или высшего сознания, которое мы обладаем, которое нас может вести в правильном направлении. Ну, вот здесь я бы сказала, а эта карта говорит об этом, что, чтобы знать правильное направление, нужно, во-первых, быть в центре этого круга, чтобы тебя не сбросила судьба с этого круга. И, во-вторых, может быть, нужно иметь какую-то помощь. Видите, у неё в руке всё-таки это помощь подсознания. Ну, вот как оно может с нами общаться, наше подсознание? Ну, вот так. Когда мы забываем обо всём вокруг, переворачиваем себя с ног на голову, начинаем серьёзно думать, иногда в одиночестве, иногда этот человек не в одиночестве, каждый может прийти и посмотреть на него, и сказать, вот дурачок, висит такой подвешенный кверх ногами. И все могут над ним посмеяться, а раньше и вообще ко мне бросали всё, что хочешь. То есть этот человек немножко жертвует собой. Окей. Наши большие три арканы нам будут помогать, разбираться, что же происходит у нас дальше. Это у нас немножко фон. Я бы сказала, иногда это звучит как фон, иногда это звучит как подсознание, какие-то вещи, которые нам говорит наше собственное подсознание, пытается до нас донести через этого подвешенного или повешенного, и пытается нам показать правильный путь, куда нам чертить это колесо фортуны. Вот эта энергия, потраченная иногда чаще всего напрасно, но иногда это необходимо для приобретения какого-то жизненного опыта. Это может быть, я бы даже не сказала, ссоры. А мальчишки играют, они же не похожи. Это как тренировка, я бы так сказала. Тренировка вашей энергии с близкими людьми для вас, которых вы не боитесь, чтобы вы потом могли вынести всё это наружу и сделать, и уже воплощать это где-то в социуме, где-то в большом, в большем масштабе. То есть это как тренировка. Вот это стабильная карта, которая предшествует вот этой пятёрке. Четвёрка жезлов, она квадрат, да? Одна из стабильных фигур. Солнце тоже, в ведической астрологии, тоже обозначается квадратом. Там квадрат очень существенный вообще во всей Вселенной. Квадрат и круг. То есть квадрат очень устойчивый. Квадратные отношения в гороскопе тоже очень важны всегда. То есть это 90 градусов, да? Он очень устойчивый, но иногда застойный. Поэтому вот эта пятёрка, которая следует из вот этой четвёрки, когда уже из этого покоя... Здесь, видите, карта так изображает покой, спокойствие, но люди-то куда-то ушли. Где они? Может быть, им надоел покой. Надоело покой. Нам только снится, хотя нет. Надоело, и они пошли вот к соседям, возможно, разрешать какие-то проблемы, придумывать себе какие-то новые действия и дела, тренироваться. Но вот это хорошая карта. Посмотрите, что у нас ещё есть. У нас здесь есть восьмёрка Пентакли также. Восьмёрка Пентакли — это когда человек, вот он вышел из своего близкого окружения, и уже он хочет себя показать на людях, он хочет показать, чего он достоин. И он это делает, это он показывает. Это очень успешная карта для меня, кажется, потому что человек прилагает усилия для того, чтобы осознать, кто он и какое его место в жизни, не только в семье, но и среди большого количества людей. И, конечно, получить за это вознаграждение в денежном виде. Ну окей, ещё у нас одна карта здесь есть. Двойка Пентакли. Двойка Пентакли изображена прекрасной девушкой, которая задумчивая. Похоже, она даже и не смотрит на эти Пентакли. То есть она... Посмотрите, за ней находится большой шторм. Она спокойно так стоит. Она сама как вода. То есть она не особенно переживает, как бы... То есть она переживает спокойно шторм, я бы так сказала. То есть она умело балансирует эти две монетки. Очень умело. Так умело, что ей даже думать не приходится. А иногда это бывает так... Что-то делать такое, которое уже инстинктивно, да, получается. Когда вы, например, ездите на машине, и вы не думаете, какую педаль нажимать. Или на велосипеде вы не думаете, как держать баланс. То же самое. Да, ну вот велосипед и двойка Пентакли очень похожи. То есть у неё есть время подумать о чём-то ещё, пока она здесь это балансирует, и у неё хорошо это получается. А думать ей есть о чём, потому что, похоже, вам придётся, и вы, наверное, будете... Похоже, у вас созревают какие-то перемены, да, связанные с вот этой основной картой, которая лежит, основная в нашем раскладе. И отшельник, он тоже уже готов, по-моему, потому что он перешёл уже стадию, когда ему нужно было быть одному, и он уже готов давать свет другим, я думаю. Потому что, ну вот это изменение, перемена, перемена в жизни, колесо фортуны, ну, не всегда счастливое, но в зависимости от кармы, наверное, в зависимости от того, что было в прошлом, что случалось, иногда колесо фортуны показывает увеличение в ресурсах, то есть, ну, это могут быть ресурсы, ведь и жизненно важные знания какие-то, которые приобретены отшельником, да, то есть, у вас увеличатся ресурсы, которые приведут к изменению чего-то, когда вам удачно удастся балансировать каких-то два дела, даже и неудивительно, если это будет и возможность открытия какого-то нового бизнеса, чтобы осуществить свою какую-то мечту и свои какие-то знания, воплотить в реальность для получения комфорта, для комфортного жилья и проживания и, возможно, и, возможно, для конка, для роста детей следующего поколения, то есть, это тоже очень важно, мне кажется, для меня это важно, то есть, может быть, кто-то примет решение остановиться и стабилизироваться, долго думал от всё, кто что не важно, видите, там у него инструмент, и оставил только то, что важное, а важное часто бывает, это наше поколение, это дети или здоровье, здоровье тоже очень-очень важно всегда, так что, дорогие мои раки, желаем вам удачного января в новом году, первого месяца, и вообще всего следующего года, 2019-го, и оставайтесь с нами, будем вместе жить и размышлять над жизнью, что происходит и как, с вами была Александра и собачки, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok